Московское время 7 часов 10 минут. Курты Саранскайс. Курты Саранскайс. Говорит Саранск. Столица Республики Мордовия. Вести. Информационная программа. В студии Михаил Смирнов. Доброе утро. Сегодня в рамках актуального интервью мы расскажем вам о проблемах и перспективах присоединения России ко Всемирной торговой организации. Оказывается, Мордовии принадлежит не последней роль в этом процессе. Пожалуй, не столько Россия, сколько именно Мордовия желает вырваться на мировой рынок и завоевать на нем подобающее ей место. Хотя всего лишь 9% от общего числа российских предприятий чувствуют свою уверенность и конкурентноспособность в мировой торговле. Впрочем, обо всем по порядку. На минувшей неделе прошло совещание ТПП Мордовии. Особую оживленность вызвал именно вопрос о проблемах и плане практических действий ТПП и предприятий Республики в период подготовки России к вступлению во Всемирную торговую организацию. Перед началом собрания мы задали несколько вопросов заместителю председателя ТПП Республики Анатолию Прокудову. Что ждет наше предприятие при вхождении в ВТО? Предприятия должны действовать уже по мировым законам торговым. На сегодня 97% мирового товарооборота осуществляют страны, которые вступили в ВТО. Поэтому, хотим мы от того или нет, этот вопрос уже на высшем уровне решен. Просто на каких условиях важно вступить в ВТО России? Нам надо пойти по пути, вероятно, Китая и ряда других стран, которые постепенно входили по определенным критериям в ВТО. Не сразу начинали резко, поскольку это очень может серьезно сказаться на промышленности, на сельском хозяйстве. Как раз то, с чем связана социальная напряженность в обществе. Если уже сегодня мы впустим на российский рынок сельскохозяйственную и промышленную продукцию того же Китая или стран Европейского Союза, то ведь многие предприятия могут не выдержать конкуренции и просто закрыться. Кроме того, нас заставляют вступать в ВТО с мировыми ценами на энергоносители, на газ, что для России совершенно неприемлемо. Во всяком случае, пока. А на сегодня наша производительность труда по целому ряду отраслей намного ниже, чем в зарубежных странах. Отсюда себестоимость товара выше. Естественно, если будут поступать более дешевые товары в республику, то ряд предприятий мы вынуждены закрыть. Поэтому важно использовать плавный переход по стоимости газа, энергоносителей, чтобы мы могли быть конкурентоспособными с зарубежными партнерами. Также в сельском хозяйстве. Сегодня ВТО запрещает использовать дотации. А сельское хозяйство датируемо не только в России, но и, естественно, в Мордовии. Поскольку мы находимся не в теплом регионе, требуются дополнительные затраты. Любая из жарких стран мира, где за год снимают по три урожая, завалит российский рынок продуктами питания. Но ведь дополнительные затраты электроэнергии и газа требуются не только в сельском хозяйстве. Таким образом климат играет не последнюю роль в формировании себестоимости не только сельхозпродукции, но и большинства других отраслей экономики России. Тогда зачем вообще России и Мордовии в частности нужна эта Всемирная торговая организация? Ведь обходились мы без нее. Первый заместитель министра экономики Мордовии Владимир Толстых. Говорить о вступлении, ну это неправильное вступление, правильно будет присоединение Всемирной торговой организации. Наверное, сначала нужно уяснить, что же такое Всемирная торговая организация, и как ведется переговорный процесс, и что, и как решается там вопрос. Не зная такой технологии, в общем, наверное, трудно как-то участвовать в этом процессе. Одни мы, как это раньше было, то есть за железным занавесом не проживем, и хотим мы или не хотим, мы, в общем, в торговой организации, мы к ней присоединимся. Но нам главное, какие проблемы у нас? Нам главное присоединиться с меньшими потерями. Что значит с наименьшими потерями? Ведь конкурентно способных товаров на российском рынке практически нет. Тот же рост безработицы очевиден для России без вступления в ВТО. А если мы присоединимся к торговой организации, то неизбежно закрытие многих российских предприятий и лавинообразный рост безработицы. Как сказал чуть ниже министр внешнеэкономических связей Мордовия Николай Калиниченко, понятно, что ничего не понятно. Да и вряд ли сейчас кто-то вообще в состоянии разобраться в этом подробно. Впрочем, и мы не ставим перед собой подобной задачи. Но все-таки хотя бы попытаемся представить картину в целом. Членами ВТО являются 144 страны, которые производят 96% мировой торговли. Еще 32 страны стоят в очереди на присоединение. Россия подала заявление в 93-м году. И с 95-го года ведется переговорный процесс. В настоящее время ведутся по четырем основным направлениям. Переговоры по доступу на рынок товаров основных предметов, которые являются определением максимального уровня ставок возможных таможенных пошлин, которые Россия получит право применять после присоединения к ВТО. Переговорные основы для них служат утвержденной правительством Российской Федерации в 2001 году. Третья редакция российских предложений по доступу на рынок товаров. В настоящее время делегация согласовала порядка 75-80%. Разработано два сценария. Первый предполагает плавный рост. И второй, так сказать, оптимистический вариант. То есть за определенный промежуток времени тарифы с какого-то должны договориться по разным, например, группам товаров до какого-то. Вторая группа – это переговор по сельскохозяйственной проблематике. Помимо тарифного аспекта включает обсуждение объема государственной поддержки аграрного сектора и размерного экспортных субсидий. Этот вопрос, в общем-то, один из главных и острых. Третий – это согласование условий доступа иностранных поставщиков услуг на российских рынках. Ну, здесь имеется в виду и финансы, которые, естественно, если мы сейчас решение такое придет, естественно, сейчас наши банковские системы и другие рынок услуг не очень-то их выдержат. Почему? Потому что может такое случиться, что это рухнет. Также переговоры по системным вопросам, цель которых – определение мер, которые Россия должна будет предпринять для выполнения своих обязательств участникам ВТО. Вот по этим четырем группам, собственно говоря, в Женеве, а по разным, в общем-то, городам и весям ведутся, собственно говоря, переговоры. Ситуация довольно сложная, если не сказать мутная. Неужели у России или тем более у Мордовии имеются какие-то положительные условия, интересы или другие моменты присоединения к ВТО? Хотели бы мы или не хотели, у нас все-таки имеются и положительные стороны вступления в ВТО. Тогда, например, даже такие вот вещи, как от демпинговых поставок, которые как Чили, страны Уругвай и все прочее, мы никак не можем от них защититься, нас никто не защитит, потому что мы не можем обратиться никуда в рамках ВТО. Это вот позволит нам практически урегулировать с ним демпинговые цены, то есть защищать свой интерес. Вот представляете, по металлу. Все прекрасно знают, американцы решили закрыть нам металл. Как они обосновали? Они говорят, вы поставляете нам металл по демпинговым ценам. Как они определяют это все дело? Определяют все просто. Они берут какой-то сателлист, страну там какую-то, значит, и в ней определяют цену, себестоимость, рентабельность, которая там существует. Накрутили, говорят, нет, вы не можете по такой цене нам поставлять металл. И начинается процесс. Наши доказаны. Можем? Все говорят, нет, у вас цены слишком низкие. Вы нашу промышленность губите, извините, мы такой металл у вас брать не будем. Ограничения ввели, год потом ввели по всем прочим, наши вынуждены были поставить проценту. И, значит, металл мы сократили в Соединенных Штатах Америки порядка на 18%. Это, в принципе, один пример. Но, тем не менее, доказать по закону ВТО мы не могли. Почему? Потому что не являемся членом Всемирной торговой организации. И таких примеров масса можно было привести. Достаточно интересный и, главное, железный аргумент. Но все-таки слабый. Еще несколько существенных плюсов, но и проблем. Владимир Толстых. В процессе присоединения получится самый существенный толчок к модернизации нашей внешнеэкономического законодательства. Вот этот вопрос, он, наверное, самый такой, который для страны имеет большое значение. Дело в том, что можно, конечно, закрыться от всех и сказать, ребята, мы будем выпускать вот такие автомобили, которые сейчас есть, мы выпускать будем такой продукции. И у нас не будет конкурентом, будет ли эта продукция совершенствовать. Ну, естественно, она, наверное, не будет совершенствоваться. Необходимо конкуренции. Подойти к этой проблеме таким образом, чтобы мы могли и технологии иметь самые совершенные. В рамках разделения труда, мирового разделения труда, мы могли бы получить свой кусок, который, как говорится, мы могли бы отстоять и сказать, что да, мы здесь не хуже, мы в многих вещах лучше. Все это касается наукоемкой, кстати, продукции, которая в мире имеет особое значение. Дальше, какие основные проблемы присоединений? В общем, многие страны, члены ВТО и наши основные торговые партнеры хотят получить как можно большую часть внутреннего российского рынка. Ну, это я об этом уже говорил, что они хотят получить рынок, но если они получат рынок без покупателя, то есть они разорят наши предприятия, наши предприятия будут банкротами, и у нас будет безработица 30%, я не думаю, чтобы этот рынок их, собственно говоря, прельщал. Тем не менее, такие опасения есть. Такой рынок, конечно же, не прельстит ни западного, никакого другого партнера вообще. Но ведь не факт еще и то, что Запад прельщает именно российский рынок. Разве мы в состоянии говорить о реальных интересах той же Америки к России? Судя по внешней политике США, интересы Америки мягче, чем двойственными, назвать сложно. Да и в конце концов, все это дело российского масштаба. И при чем здесь наша Мордовия? Нужно ли что-то делать? Что же нужно сделать сейчас в Мордовии? Вот министерство экономики, мы посмотрели все это дело, изучили опыт других стран. Каким образом? Мы сейчас издали постановление. Этим постановлением мы создали бежвенцинную комиссию. Задача какая? Задача эта, в общем-то, простая. Сначала, как говорится, изучить нас, изучить всю нашу экономику, изучить возможности ее, сравнить возможности этой экономики. Ну, например, там у нас аттестовано сколько у нас сейчас по качеству? 13. Цифра 13 регион, 13 у нас только аттестовано. Это все равно плохо. Тем не менее, значит, что ставить с собой, какие задачи ставит межведомственная комиссия? Председатель этой комиссии Акишев, многие, значит, члены министры. Цель. В ближайшее время мы сейчас собираем материал от руководителя предприятия, от министерства, ведомства, с тем, чтобы они дали предложение для работы. Но цель основная. Создать рабочие группы по отраслям. Отрасли должны изучить четко, представлять, что мы по сравнению с торговой организацией, применительно к условиям присоединения к торговой организации, что представляет наше предприятие. Вот уж действительно непомерная и, самое главное, серьезная задача сравнивать, что представляет собой Мордовия и ее предприятие по сравнению со 144 странами-членами ВТО. Министр внешнеэкономических связей Республики Николай Калиниченко напомнил собравшимся о том, что два года назад в Республике были специалисты из Японии и Нидерландов, с которыми и обсуждались теоретические моменты вхождения России в ВТО. Также многие, наверное, помнят, что два года назад мы приглашали сюда в Республику главную переговорочку по вступлению в ВТО. Это господина Медведкова, заместителя министра экономического развития и торговли. Тогда же, два года назад, было совершенно понятно, что ничего не понятно. Сейчас вопрос идет к завершению, называть уже конкретные цифры, это конец будущего года. И на сегодняшний день понятно, так сказать, одно, что, первое, в Российской Федерации имеется не более, наверное, десятка специалистов по вступлению во внешнеторговую организацию. Это раз. Второе, ни у одного региона на сегодняшний день нет комплексной программы, комплексного подхода к этому вопросу. Буквально две недели назад мы были, наверное, в ведущем институте, институт экономики и управления в промышленности, который занимается данной проблематикой. И вот был семинар, где я в том числе присутствовал, как я уже сказал. Поэтому, переводя в практическую плоскость эту проблему, мы планируем две вещи. Первое. Начиная уже с мая месяца, начать вопрос более детального теоретического изучения. Во второй половине мая месяца будет работать у нас специалист с Евросоюза, который будет читать цикл лекций здесь. Второе. Также во второй половине мая месяца будет здесь работать директор института экономики и управления промышленности, с которым будет составлен подробный план работы по тому, что же ждет наше конкретное предприятие при вступлении России в ВТО. Совместно с деканом экономического факультета на этом факультете сейчас создана рабочая группа порядка трех-четырех человек, задача которой стоит в том, чтобы каждый день, каждый час отслеживать, как идет переговорный процесс, какие цифры и как это будет отражаться на нас. С тем, чтобы вести постоянно действующий семинар для руководителей наших предприятий и соответствующих служб, чтобы мы могли делать в режиме онлайн мониторинг того, что делается на сегодняшний день, какие цифры согласовываются и к чему мы в итоге можем подойти. Последнее, что мы также планируем сделать, может быть не последнее, а первое на этом этапе. Буквально в конце прошлой недели были проведены предварительные переговоры с ЮНИДА, известной международной организацией. Планируется в этом году, что ЮНИДА будет делать два пилотных проекта, один из них в Башкирии, второй, мы надеемся, это будет в Мордовии. По крайней мере, все предварительные договоренности достигнуты с тем, чтобы определить на среднесрочную и долгосрочную перспективу роль и место республики в международном разделении труда, а не внутрироссийском. Здесь также будет работать целый ряд привлеченных экспертов, как собственно ЮНИДА, так и экспертов Российской Федерации, с тем, чтобы мы смогли таким образом нарисовать перспективу развития и места Мордовии в мировой экономике. Это большая, так сказать, достаточно сложная работа, большая группа экспертов. Я думаю, что вот такой комплексный подход, он поможет каждому из нас четко себе представлять, сколько, почем, где и как нужно сделать для того, чтобы быть во всеоружии. Затянувшийся процесс присоединения к Всемирной торговой организации медленно, но продвигается вперед. Да и торопиться здесь явно не стоит. Рано или поздно Россия станет членом ВТО. И, как мы поняли из сказанного, это лишь вопрос времени. Кто от этого больше выиграет или потеряет, покажет время. Мордовия же настроена решительно. Занять свое подобающее место в мировой экономике. Поживем, увидим. Вести Мордовии.